Приглашаем вас в наш офис. Вызов сразу приходит в приложение. Дверь открыт. В основном нам не хочется расценивать саму панель как домофонную панель. Это одна из ее функций, которые она может выполнять. Основная ее функция – это объединить всю инфраструктуру двора, жилого комплекса именно в одно решение. Чтобы, как мы видели здесь в приложении, не только принимать вызов, но также можно было открыть доступ ко всем другим помещениям, которые вам доступны. Чтобы наладить связь со всем бизнесом и социальными службами, которые в вашем районе вам доступны. На данный момент такой связки предложить не может ни один производитель. Все началось с того, что назвали меня Юрой. Это благодаря бабушке и моему дню рождения, потому что родился в день космонавтики. Кем-то обычным и делать что-то обычное уже не имел права, потому что нельзя посрамить такого-то человека. Обучался в хорошей школе в городе Лида. Школа дала очень широкую базу познания всего. То есть лучшее образование, чем получил я там, я считаю, что больше нет. Нет, потому что даже университет московский, в который поступил, он такого образования не дал. Он не дал никаких ни целей в жизни, не дал ничего-то нового. Всегда с детства было интересно фантазировать, мечтать о том, что что-то изобрел интересное, классное. Где-то что-то куда-то полетел. Эти разработки используются там чуть ли не новое вооружение. Нет, как-то так сказать. Ну, каждому ребенку просто хотелось стать изобретателем зачастую. Сама идея по тому, какой продукт создавать, пришла нам 12-13 лет назад. Работали в продажах, занимались продажами за свою жизнь. Продавал, наверное, все, что возможно. Начиная от компьютерной техники, заканчивая петардами. И когда занимались системой безопасности, видели, какую, в общем-то, ерунду нам предлагают наши, так сказать, поставщики, западные и восточные партнеры. Само оборудование выглядело зачастую красиво, но по функциональным требованиям, оно даже простое банальное решение, просто домофонии, оно не выполняло. Не было возможности удовлетворить клиентов так, как хочется. Поэтому думали, что нужно создать что-то свое. Я не мог себе позволить забросить работу и год-два бегать по выставкам, участвовать в мероприятиях, пытаться продвинуть свой проект, найти финансирование. Пришлось уехать в Америку, продать себя в рабство немного американской корпорации. Как раз познакомился, что это за западный мир, как там живут, какие там люди, насколько Валенор прекрасен с тем, как нам рассказывают, какой он есть на самом деле. Скопил небольшую сумму денег, и этого мне хватило на два года поисков тщетных финансирования у нас внутри страны. В последний момент, когда уже закончились и все деньги накопленные, и все надежды, нашелся, наконец, инвестор, который смог профинансировать, вот просто смог вложиться в само создание, в саму идею. Просто вот он вложился в идею, говорит, хорошо, делайте. Основной плюс в том, что поскольку мы сами разработчики и производители, мы сами придумали, из чего эта панель будет состоять. Мы сами нашли эти компоненты, мы составили чертеж, где, как они должны стоять, мы написали программное обеспечение по взаимодействию каждого элемента нашей платы друг с другом. Мы можем влиять на любой процесс, который нам необходим, необходим нашему заказчику. То есть мы можем вносить изменения любые, поскольку мы знаем все до последнего, так сказать, сигнала тока, который проходит именно на нашем оборудовании. Мы полностью его контролируем. В Америке, конечно, предлагали найти инвесторов, но это пусть те, кто предлагают, попробуют поехать туда, побыть там и поискать чего-то. Там, если ты не определенного сословия и не определенного класса человек, ты можешь быть только наемным работником. Что-то предложить свое, открыть свой бизнес и чудо в гараже – это все сказки. План был изначально один, когда делали этот продукт, то, что это будет таким хорошим подспорьем, хорошей базой для инфраструктуры, умной инфраструктуры в городах. Берем программу «Максимум». Ты подъезжаешь к дому, ты открываешь свой шлагбаум легко, без проблем, без поиска в бардачке, куча брелков. Так, это от гаража, это от шлагбаума, это от каких-то ворот, это от ошейника собаки. И просто в одном решении, в одном приложении ты нажал кнопочку, тебе шлагбаум открылся, подошел к двери подъездной, она тебе также открылась. Твои дети вышли на улицу взять свой велосипед, их замочек на велопарковке открылся, они забрали свой велосипед, поехали кататься. Вызвать сантехника, вызвать электрика – у тебя есть тот, кому ты каждый месяц платишь в услугах ЖКХ. И тебе не надо рыть кучу газет, кучу бумажек, шерстить интернет, а какой же ЖКХ обслуживает именно мой дом, чтобы вызвать именно моего нужного сантехника, за которого я плачу. У тебя сразу в приложении есть одна кнопочка, ты нажал, он к тебе пришел. Да, можно было бы использовать те связи, которые остались там в Америке, для тех же компаний, которые там работают. Просто сказать, а у нас здесь рабочие подешевле, давайте мы работу вам будем лучше делать, и у вас будет норма прибыли расти, и нам хорошо. И точно так же открыть здесь софтверную разработку аутсорсовую. Но хотелось именно, что свой продукт, потому что продукт – это всегда задел на будущее, это производство. Производство – это всегда, ну, если по законам банальным брать экономики сейчас, это капитал, нарабатывается он только в реальном производстве. Это создание больших количеств рабочих мест, это больше, чем просто разработка идет, у тебя сидят разработчики на ноутбуках, работают. У тебя должны быть, у тебя должны быть станки, у тебя должны быть сборочные линии, у тебя должны быть люди, обслуживающие все это. То есть это всегда более, так сказать, важный вклад в общественную жизнь всего государства. Вот в данный момент это то, что на столе мы на ближайший заказ подготовили наши панели. В основном возникает у всех всегда вопрос, ну, что типа, а, это же все равно китайское. Как бы сейчас все в мире китайское, Китай – это сборочный цех мировой. Мы бы с удовольствием воспользовались чем-то нашим, но, к сожалению, ничего нашего нет. Элементной базы у нас нет ни в России, ни в Беларуси, ни в Литве, ни в Польше, от слова совсем. То есть оно все, осталось пару заводов производств в Германии, во Франции, в США, и основное – это Тайвань, Китай, Южная Корея. И в основном все элементы берутся оттуда вам. Замысел был каков, ну, и в чем отличие от того, что почему мы не Китай. Вот как бы сама основная плата, она была полностью разработана нами. Это вот я взял самый-самый первый, самый первый вариант, который мы когда-то разработали в 2020 году. Казалось бы, ничего обычного. Тут шесть слоев, шесть слоев тонкого текстолита. То есть, как это объяснить принцип работы? То есть каждый элемент, он, чтобы не конфликтовал, у каждого элемента настроена работа с другими. И дорожки, по которым он общается, с каждым элементом, их очень-очень сотни тысяч дорожек. Мы продумывали изначально вот именно эти шесть слоев, где, на каком слое будет, какой элемент, с каким общаться, чтобы они ни в коем случае не закоротили, не законфликтовали. Подбирали каждый элемент, чтобы он выполнял именно свою функцию, именно так, как ему нужно. И позже, когда к нам приехал вот такой вот кусок текстолита, это не значит, что оно уже заработало. Нам нужно было точно так же сесть и написать программное обеспечение на каждый чип, на каждую плату, которые будут друг с другом, как они взаимодействуют, как они обмениваются сигналами. Если брать, крупные корпорации выпускают новый продукт с нереальными бюджетами, с неограниченными даже бюджетами, с неограниченным трудовым ресурсом. У них громаднейший штат инженеров, громаднейший штат разработчиков, у них занимает выпуск нового продукта, просто потому, что уже имеется. Чуть-чуть доработанного, старого, своего же продукта. У них занимает от полутора до двух лет. У нас с нуля небольшой командой заняло создать новый продукт, которого нет на рынке. Мы не модернизировали что-то старое, а полностью с нуля все разрабатывали. У нас это заняло два года. Два года полностью с нуля разработать. Это то есть скорость, разница в скорости и сложности задачи была только в том, что человек видел, ради чего он стремится, ради чего он работает. Каждый, кто у нас работает, каждый вот именно заряжен этой идеей, что мы делаем не только продукт, на котором мы вот денег срубим себе. Мы делаем продукт, который действительно поведет страну в будущее, потому что с нее, с того, что мы свяжем всех людей, всех людей вместе в одну единую систему, с этого начнется будущее в том, что мы сможем через банальное, через банальное, так сказать, интернет-соединение, мы сможем полностью контролировать свою жизнь и жизнь вокруг нас, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok